Задачу выхода в ФНЛ никто не отменял. Перед отпуском руководство футбольного клуба «Текстильщик» встретилось с болельщиками. Команда на первом месте. Результатом тренерский штаб доволен. Правда, ни Дмитрия Парфенова, ни Вадима Евсеева на встрече не было. Они уехали на обучение. А потому о новом, остроатакующем футболе клуба рассказал Игорь Тихонов. Не сразу он пошел. Но он пошел. И это все было сделано в том числе и для болельщиков в первую очередь. Потому что он подразумевает под собой большое количество голевых моментов. Естественно, когда много атакуешь, появляются дыры в обороне. Поэтому, да, игрой в обороне в играх в некоторых, ну, может быть, больше всего, где-то есть недовольство. Но это на тренировках все корректировалось. В этом году «Текстильщик» забил 41 мяч. Результативнее только Химки. У них 44 мяча. И несмотря на хорошие показатели, первое место далось непросто. Но предсказуемых соперников не осталось совсем. Команд, которые булки, их практически не стало. Посмотрите, с кем мы пыжились. С Володой, который там внизу, да, Коломна, который чуть что не так, они доставят неприятности. Та же Коломна взяла и чудом Владимиру полз. Чудом. В дополнительное время 3-1 проигрывает 3-3. А Орехова как с Владимиром сыграла? Которую мы 3-0 там обыграли. Ничью сыграли. Вопрос, есть плохие команды или хорошие? А мы все привыкли, вот плохие, плохие. А Химки плохая команда с Тархановым в главе? Она что, не хочет никуда выйти? А вы читали последний трюк Тархановым, который сказал, а я хочу? То есть, значит, Химки хотят туда выйти? Пожалуй, самой неожиданной новостью для болельщиков стал уход из команды Сергея Осадчука. 5 ноября полузащитник перешел в Тосно. Предложение ему поступило еще в августе, но футболиста убедили доиграть до конца октября. Впрочем, по игре было заметно, что Сергей одной ногой уже в другом клубе. До того, пока предложения у него не было, Сергей Осадчук был тем Сергеем Осадчуком, которого мы с вами любим. После того, как он поступил, посмотрите на его статистику. Он не сделал ни одной голевой передачи, он не забил ни одного мяча. А вот 4 игры, когда его не было, и на его месте стал играть Евгений Лосев. У нас Евгений Лосев забил 12 мячей. Что касаемо других слухов об уходах нападающего Анзора Саная, главного тренера Дмитрия Парфенова, они пока беспочвены. Кто-то рассказывает мне в интернете, что Дмитрий Владимирович уходит. Вот у меня телефон позавчера и вчера, посмотреть, может, сколько звонков у нас с ним было. Мы обсуждали три сбора, которые мы будем проводить, режимы, которые мы будем делать и все остальное проще. Я задаю вопрос, если человек уходит, он будет это обсуждать? Наверное, тоже нет. Никуда не уходит и президент клуба Сергей Пахомов, хотя и об этом в последнее время активно говорят. Футбольная пауза продлится до середины весны. 19 апреля отдохнувший текстильщик встретится на домашнем поле со Спартаком из Костромы. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.